Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш традиционный политический обзор на YouTube-канале «Взгляд с небесной». И в этом выпуске мы с вами поговорим о основных политических новостях, которые попали в нашу сферу зрения. Здравствуйте, дорогие друзья! И наш обзор этой недели мы начинаем с города Сартовала. Первая новость этой недели, которая никого не оставила равнодушным, это выступление депутата Госдумы Федорова, который высказал еще раз давно витающую в российско-политическом пространстве идею о необходимости коронации Владимира Путина. Обратите внимание, что эта тема периодически поднимается всеми федеральными СМИ. На руку играет тут и любовь императорского дома к посещению России. Практически в каждом ток-шоу и передаче мы слышим такие предложения, что надо бы восстановить монархию, но надо бы короновать. А уж после внесения поправок в Конституцию России Госдума буквально-то взмолилась. Господи, дай нам царя! Я думаю, что очередное выступление депутата – это не случайная личная инициатива. Конечно же, у нас и Терешкова случайно выступает, когда случайно Владимир Путин оказался в Госдуме. И депутат Федоров наверняка сам придумал это сказать. Но что-то подсказывает мне, что эта идея упадет на благодатную почву. Так что восстановление российской монархии, я думаю, не за горами. Таря! 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 А мы продолжаем. Итак, вторая новость этой недели. Президент Путин объявил о широкомасштабной ревизии и реформе российского законодательства. По его логике, эта реформа вытекает из поправок, принятых в Конституции. Нам очень легко предположить, и боюсь, что мы не ошибемся, если мы скажем, что реформа законодательства окончательно уничтожит все политические права и свободы и создаст в России полноценное полицейское государство. Не случайно эту новость мы записываем здесь, в Петропавловской крепости. Где, виднеющийся вдали Александровский ровелин, наверное, является лучшим фоном для подобного порода новости. К сожалению, реформа законодательства навсегда лишит нас какой-либо легитимной возможности участия в политической борьбе и политической конкурентности. Как общество будет выходить из этого политического тупика, которое создастся новым законодательством, даже невозможно сейчас предположить. Поправили Конституцию, пора и Библию поправить. Именно так должна называться эта новость. Авангард путинского клуба госпожа Лахова предложила ни много ни мало запретить радугу. То есть поправить первую книгу Библии бытием, где, видимо, о радуге Господь Бог представляет завет праведным ноем. Как будет Государственная Дума править Библию? Будет ли объявлен для этого референдум? Мы можем всего сейчас только гадать, каким образом будет осуществляться эта поправка. Будут ли опрашивать граждан? И всех ли будут опрашивать? Но как-то будут. То есть наш прогноз о том, что после поправки Конституции начнутся правки Библии, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, как сказать, оправдывается. Но эта инициатива госпожи Лаховой наконец-то раскрыла нам истинный смысл фразы «можем повторить». Мы очень часто в последние годы слышим эту фразу из уст разных политиков разного уровня. «Можем повторить», «можем повторить», говорят они, рассказывая о победе над фашистской Германией. Но теперь понятно, что можем повторить. Мы можем победить радугу. Я думаю, скоро на всех правительственных мероприятиях и съездах будет огнем гореть очередной яркий лозунг. Победили фашизм, победим и радугу. Смогли и повторили. Итак, следующая новость будет называться так. Коррупция, которую мы заслужили. Клименник Владимира Путина теперь представляет народ в борьбе с российской коррупцией. Вы знаете, есть такие новости, которые нельзя прокомментировать смешно. То есть нельзя придумать комментарий, который был бы более смешным, чем сама новость. Вот многие российские политические новости не дают никакого простора для иронии и юмора. Поскольку они сами по себе настолько анекдотичны, что как-то развить юмор уже не удается. Но посудите сами. Племянник Владимира Путина будет бороться с коррупцией. То есть племянник Владимира Путина будет бороться с Ротенбергом Владимира Путина. Ну что ж, это коррупция, которую мы заслужили. Продолжаем дальше. Санкции, санкции. Британия внесла 25 российских чиновников в новый санкционный список. В этот список вошли представители разных стран, по совпадению представляющих самые людоедские автократии мира, еще сохранившиеся на его карте. Среди этих самых людоедских и автократических диктатур вполне органично уместилось два с половиной десятка российских чиновников. Возглавляет этот список глава Следственного комитета Бастрыкин. Ну, а далее за ним идет всякая судейско-прокурорская рыбешка помельче. Никого это уже не удивляет и никаких протестов и возмущений. Похоже, все уже привыкли, что место России санкционный список где-то между Суданом и, я не знаю, скажем, Саудовской Аравией. Хотя Саудовская Аравия в последнее время дает уже мало места для подобного рода репортажей. Ну что ж, с новыми санкциями. И закончим мы этот выпуск короткими международными событиями оценками. Они будут касаться одной важной сюжетной линии, которая начинает развиваться в СМИ Соединенных Штатах. На этой неделе газета «Вашингтон-Пост» опубликовала большой аналитический материал, посвященный поправкам, внесению поправок в Конституцию. Там много написано оценок, как проходило само голосование, юридических оценок этого действия с позиции международного права. Но самый главный вывод в конце этой статьи, он очень симптоматичен. Там формулируется и впервые публично высказывается позиция. Позиция сомнения в легитимности президентства Владимира Путина. Это очень важный шаг и очень важное событие. Потому что, как правило, именно с такой позиции, с высказывания сомнения в легитимности того или иного лидера, начинаются очень большие международные процессы. Ну и в заключении мы можем сравнить конкурирующие страны Россию и Соединенные Штаты. Знаете, конкуренция России с Соединенными Штатами все больше напоминает конкуренцию элочки-людоедки с миллиардершей Вандербидихой. Тем, кто забыл, о чем идет речь, я советую пересмотреть или перечитать сюжет «12 стульев» великих Ильфа и Петрова. Так вот, посудите сами. Вот если сравнивать по самым крупным точкам. Президент Трамп ограничивает приток мигрантов в Америку, борется с нелегальной миграцией и вывозит огромное количество нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов. Президент Трамп выводит предприятия с территории Китая, возвращая их в Соединенные Штаты. Ведет суровую торговую войну с Китаем за первенство и лидерство США. Экономика на подъеме растет. Ну и в целом, процессы, происходящие в Соединенных Штатах, дают большую надежду для оптимизма. Оптимизма, в первую очередь, экономического, а не только политического. Российская Федерация начала неделю с заявления Владимира Путина о том, что Россия нуждается в еще большем притоке мигрантов, ну и естественно из стран Средней Азии. Президент Трамп стоит строить стену на границу с Мексикой. Чтобы защитить США от неквалифицированной миграции. Президент Путин строит стену на границе с Европейским Союзом, чтобы передовые технологии и квалифицированные специалисты не попадали в Россию. А там, где эта стена нужна, на наших азиатских рубежах, как раз мастится очень хорошая дорога. По экономическим обзорам, 45% населения России начали жить с этого месяца на доход менее 15 тысяч рублей в месяц. Число личных банкротств граждан России увеличилось в полтора раза. Ну и борьбу с коррупцией еще раз скажу, возглавил Роман Путин. Вот сравните два мира, две конкурирующие команды. Я думаю, ответ на вопрос, кто победит в этой конференции, в такой ситуации звучит риторически. Я думаю, что все наперед понятно. Вот такие новости были на этой неделе. Будем жить, будем надеяться на лучшее, будем надеяться на будущее, будем молиться и ждать того, что уготовил нам день завтрашний. Живя в России всю свою жизнь, единственное, что я могу вам сказать точно, скучно нам не будет. Храни вас Бог. Аминь. Это был Игорь Князев из Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok